Оформлял кредиты на других людей без их ведома. Суд Ленинского района столицы огласил приговор в отношении меньшанина. 21-летний парень был задержан в прошлом месяце и подозревался в мошенничестве, краже и хищении личных документов. На махинациях парень и зарабатывал, оформлял на своих друзей кредиты, забирал деньги и был таков. При этом знакомые узнавали о долге перед банком только от финансовой организации. Известно о двух десятках таких эпизодов. Сумма ущерба более 16 тысяч рублей. Наша съемочная группа также присутствовала в зале суда. Все подробности в следующем материале. Оформить кредит через мобильное приложение от друга или знакомой для этого парня оказалось неплохим заработком. Он придумывал различные истории, чтобы заполучить реквизиты банковской карточки. Одного из знакомых он просил оформить на себя кредитку для перевода денег из-за границы и сообщить ему данные для ввода в мобильное приложение. А заполучив заветный код, тут же повесил на друга кредит, перевел деньги и был таков. Помимо этого, обвиняемый под различными предлогами, будь то на развитие бизнеса, либо покупку техники, либо ремонт автомобиля своего, неоднократно брал в долг деньги у своих знакомых, заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства. Также в ходе расследования установлено, что обвиняемый, находя в гостях у своих знакомых, неоднократно похищал из карманов их личное денежное средство. Полученные незаконным путем деньги он тратил в игорных заведениях. Схожая история и у подруги подозреваемого. Чтобы девушка не догадалась о кредите, аферист удалил мобильное приложение после сделки. Знакомая узнала о долге и пыталась восстановить программу, но он похитил ее паспорт, чтобы та не смогла проверить свою кредитную историю. Многие, уже бывшие друзья, узнавали о долге перед банком от колл-центра финансовой организации. Но, как правило, к этому моменту их деньги уже были проиграны в казино или игральных автоматах. В итоге следователи возбудили ряд уголовных дел за кражу, мошенничество, хищение путем использования компьютерной техники, а также хищение паспорта. Согласно только что оглашенной результивной части приговора, Рябцеву назначено наказание по совокупности преступлений, предусмотренных частью 3 и 2 статьи 209, 2 статьи 205, 2 статьи 212 и 378, окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. По данным следствия, общая сумма ущерба составила свыше 16 тысяч рублей. Сейчас у сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Отмечу, что подсудимый и ранее привлекался к уголовной ответственности. Александр Смирнов, Владимир Королев и Дарья Бабок, Зона Икс.